МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральный районный суд признал Жужурина виновным в служебном подлоге и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей. Уголовное дело касалось коррупционных нарушений при строительстве пожарных депо в районах края длилось больше года. В кассационном представлении зампрокурора Забайкалья просит отменить приговор Центрального районного суда Читы. Апелляционное постановление Забайкальского краевого суда в связи с неправильным применением уголовного закона и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Также ранее запрос, а ссылкой на источник, сообщало, что Жужурин займет пост руководителя ДМРСУ. Губернатор Забайкальского края Александр Осьпов накануне представил ученому Совету Забайкальского госуниверситета нового ректора учреждения, бывшего проректора Дальневосточного федерального университета Оксану Мартыненко, директор департамента кадровой политики Миноборнауки России. Алексей Свистунов на заседании сообщил, что у предыдущего ректора Сергея Иванова были планы уйти в отставку, поскольку он хотел плотнее заняться научной деятельностью. По информации СМИ, 12 сентября прежний ректор ЗабГУ Иванов подал в отставку. Слухи о его увольнении начали ходить с конца августа. Директор футбольного клуба Чита Алексей Тихоньких покинет свой пост в октябре, сообщили источники знакомой ситуации, информацию подтвердил и сам Тихоньких. Кто будет новым директором, он не сказал. В начале июня этого года выяснилось, что футбольный клуб Чита не сыграет в новом сезоне из-за низких результатов. Финансирование перенаправят на развитие детско-юношеского футбола. Футбольные проекты почти не получили грантов губернатора в этом году. Министр спорта Забайкаля Андрей Середкин назвал одной из причин закрытия ФК Чита отсутствие болельщиков на трибунах. Объединенная группа болельщиков Забайкальского футбола 9 июня, между тем, обратилась к губернатору, правительству, министерству спорта и в СМИ с просьбой помочь сохранить профессиональный футбольный клуб Чита, называя причиной его проблем недостаточное финансирование. Власти Забайкальского края провергли обязательный масочный режим в общественном транспорте региона и попросили СМИ не вводить людей в заблуждение. Об этом сообщил начальник пресс-службы правительства края Роман Шадрин. Просьба не вводить людей в заблуждение формулировками о том, что масочный режим введен на транспорте. Хотя ношение масок в троллейбусах и маршрутках, безусловно, приветствуется как один из наиболее действенных способов сдерживания распространения коронавируса. Сказал он, совы слов сообщения администрации Читы об обязательном ношении масок является рекомендацией оперативного штаба по коронавирусу.